В село Калиновска обнаружен вирус павших свиней, вирус африканской чумы свиней. В угрожаемую зону, это 20 км от очага инфекции, входит 7 населенных пунктов городского округа Скойлок. Это Казанка, Сергуловка, Маханово, Новопышминская, Заимка, Филатовская, Мельничная. Сегодня, значит, по нашим подсчетам, по подворному обходу, в этих населенных пунктах имеется 95 голов. Версия есть, что в этом хозяйстве, в Калиновском, скармливались пищевые отходы без термической обработки. Это означает, что все свинопоголовье, находящееся в этой зоне, подлежит изъятию и уничтожению. Других вариантов нет. Задача, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней, это очистить 20-километровую зону, угрожающую, очистить от восприимчивого поголовья, то есть свинопоголовья. Переносчиками могут быть африканской чумы сами свиньи и в том же числе животные, люди, которые контактированы с больным животным. Инфекция распространяется с помощью, не с помощью, а посредством слизи, выделений животных, подстилках, корма. Продукция также контоминирована вот этим возбудителем. Человек может перенести инфекцию на руках, на ногах, на одежде. Для человека это заболевание безопасно. Опасность представляет в том, что уничтожается все свинопоголовье. Уничтожается и при заболевании свинопоголовья 100% летальность. Лечения и профилактики против этой заболевания не существует. Конечно, продукция, которая получена не от больных животных, а нормальных животных, перерабатывается на вареные колбасы, консервы. И оно будет безопасно. Африканская чума свиней уже на протяжении нескольких лет по всей Российской Федерации, она вот и в Омской области была. И вот как бы до нас-то было, не было предпосылок, что как-то она к нам доберется, но тем не менее вот добралась. Прививок нету специфистского, нету ни вакцин, ни лекарственных средств против африканской чумы. Есть против классической чумы, есть вакцинация. Мы прививаем свинопоголовье, но против африканской ничего нету, никаких средств. Трудно очень бороться, она быстро распространяется, и тем более все эти и торговые связи, и перемещение животных, и санкционированная торговля животными, все это вот к этому приводит к этому распространению. Тут жестко нужно соблюдать все требования, дезинфекцию, следить за поголовьем предприятия, и где содержат свиньи, должны быть закрытого типа, то есть посторонних туда не должно быть. Конечно, эта компенсация предусмотрена федеральным законом, владелец не виноват в том, что инфекция распространяется, и как бы это защищено, будет компенсация обязательно.